Скажите, как возможно кормление грудью после доступа через ореолу? Ведь сосок вокруг вырезается, протоки же не могут срастись обратно через четко к протоку. О, Боже! Вот это грудь, вот это грудь. Боковой средств. Здесь сосок, вот здесь ореола. Всем понятно? Да, хорошо видно. Что должен делать современный высокопрофессиональный хирург? Он делает разрез на коже, вот здесь. Просто разрез на коже, вокруг ореолки. Если рассматривать вот в таком аспекте, здесь сосок, то он делает разрез с любой половинки. Допустим, вот здесь, по краю ореолы. Красным цветом. Красненьким, да. Вот такой вот разрез, вокруг ореолы. Это сосок. Если боковой средств, вот здесь разрез. Дальше, под кожей, он уходит вот сюда. Хирург. Здесь находится железа. То есть, вот протоки, железы, которые, млечные протоки. Вот здесь сама железа, с которой формируется молоко. И они вот таким образом, железа работает. Кормим малыша. Здесь примерно от 9 до 12 протоков. Если я правильно помню атомию, я ее должен правильно помнить. Значит, вот таким образом обходим железу, проникаем сюда. Дальше, либо пространство под железу, либо здесь еще мышцы есть, либо под мышцы заходим. Все. Вроде как схема простая. Но технически эту операцию нужно правильно выполнить. Для этого, безусловно, нужны голова и руки. Потому что, мало того, сюда зайти. Отсюда еще нужно правильно выйти. То есть, отсюда устанавливается имплант. И когда уходишь, всю эту структуру нужно правильно собрать анатомически. И таким образом молочная железа не участвует в процессе. Сосок никакой не отрезается, не переносится. Если речь идет об подтяжке одномоментной, то разрез делается вот здесь, по коже, вокруг ореолы и дальше. Вот этот участок удаляется. Соответственно, кожа сюда приближается и фиксируется к ореоле. То есть, если вот здесь рассмотреть этот участок таким же образом, вот так вот. Железа не затрягивается. Протоки тоже.